Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 26 главы этой книги. В данной главе представлен краткий ответ Иова на короткую речь Виладада, в котором он не противоречит ему, а лишь подтверждает сказанное и превосходит противника в возвеличивании Бога и демонстрации его силы, доказывая, что у него, у Иова, было основание сказать «Сколько знаете вы, знаю я». Мы уже говорили с вами о том, что в этих диалогах даже те, которые противоречат Иову, иногда они говорят правильно о великих делах Божьих, но они делают не всегда правильные выводы из того, что они говорят. Он показывает, это с 1 по 4 стих, Иов показывает, что речь Вилдата не имела ничего общего с вопросом, которого он касался, хотя его высказывания были истинными и благочестивыми, но, что называется, не по делу. С 5 по 13 стих Иов показывает, что человек, которому предназначалась его Вилдата речь, не нуждался в подобном увещевании, ибо он знал и верил в эти истины и мог рассуждать об этом так же, как Вилдат, и даже лучше. Он может дополнить предъявленные Вилдатом доказательства величия и силы Бога, что и делает в заключительной части своей речи. С 5 по 13 стих. А затем переходит к выводу, хотя они сказали все, что могли, но так и не сумели во всей полноте изложить суть вопроса, и еще много можно было бы сказать об этом 14 стих. Итак, первый раздел данной главы Иов показывает, что речь Вилдата не имела ничего общего с вопросом, которого он касался, которого он, Иов, касался, хотя его высказывания были истинными и благочестивыми, но не по делу. И мы читаем первый и второй стих. «И отвечал Иов и сказал, «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного?» Далее, третий и четвертый стих. «Какой совет подал ты немудрому и как во всей полноте объяснил дело?» Кому ты говорил эти слова и чей дух исходил из тебя?» Казалось бы, Вилдат говорит все правильно, но он говорит без духа сочувствия, без любви. Богу не нужно точное исповедание православной веры, если оно не соединено с любовью. Как сказано, имеешь всю веру, любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. И святитель Григорий Двоеслов Папа Римский пишет, «Ибо помочь тому, который слаб, – это акт милосердия, а пожелать помочь тому, который силен – акт гордости». И потому, что его друзья в то время, как являют собой подобие еретиков, под предлогом оказания помощи Богу, старались показать их собственную мудрость, то есть свою собственную мудрость. Вилдат получил справедливый укор, когда было сказано, «Кому ты помощник? Тому, кто бессилен, и держишь ли ты руку ему, кто не силен, как будто он сказал простыми словами, в то время, как ставишь себя в помощь ему, то есть Богу, под чьим величием ты утонешь в земле, вся поддержка, которую ты проявляешь, происходит от хвастовства, а не от благочестия». То есть нам, христианам, очень важно не только говорить правильные слова, но и иметь правильное намерение. Зачем мы произносим эти слова? Потому что даже при наличии точного исповедания православной веры, без чувства любви, все, что мы говорим, это хвастовство, лишенное смысла. И более того, оно может граничить с осуждением того человека, которому мы как бы хотим помочь. В наше время очень много людей, которые проповедуют православную веру, точное изложение этой веры с духом превозношения, хвастовства, и Богу не угодно такая проповедь. С чем можно сравнить такую проповедь? Бесы очень правильно говорили об Иисусе Христе, но Христос запрещал им. Почему? Потому что Он не хотел, чтобы мы получали истинное наставление от бесов. Точно так же Господь не хочет, чтобы мы получали истинное наставление от людей, далеких от Его любви, от Его сострадания и от Его милосердия. Поэтому всякий раз, когда мы хотим что-то сказать другому человеку, мы должны испытывать свое сердце, а для чего я это делаю? Сейчас существуют целые как бы псевдомиссионерские структуры там по борьбе с сектантством и так далее, и та агрессия, которую проявляют эти люди, делает их самих сектантами. Нельзя проповедовать истину Бога любви без чувства любви, проявления милосердия и сокрушения. Это путь в никуда. Следующий раздел с 5 по 13 стих Иов показывает, что человек, которому предназначалась его вилдата речь, не нуждался в подобном увещевании, ибо он знал и верил в эти истины и мог рассуждать об этом так же, как вилдат, и даже лучше. Он может дополнить предъявленные вилдатом доказательства величия и силе Бога, что и делает в заключительной части своей речи. И мы читаем с 5 по 13 стих. «Рефаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподня обнажена пред ним, то есть пред Богом, и нет покрывала Аводону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он, то есть Бог, заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними, то есть под тяжестью этих вод. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Здесь, в этих словах, с 5 по 13 стих, Иов говорит о величии Бога. Сначала он говорит, что рафаимы, блаженный иероним переводит это слово как гиганты, трепещут под водами и живущие в них, то есть все живущее в водах, трепещет. В толковой православной Библии говорится, Иов знает о всемогуществе Божьем не менее, если не более, велдата. Ему известно, что оно ничем не ограничено. Для него не существует преград. Доказательством этого является трепет пред Господом Рафаимов, обитателей Шиола, то есть преисподней, ада. «Хотя последний и отделен от небес жилище Божие водным пространством, но оно не останавливает действие божественного всемогущества». То есть хотя рафаимы обитают как бы под толщей вод, но ничто не может скрыться от всемогущества Бога. Рафаимы трепещут. Рафаим значит слабый, подобные тени, подобное название усвояется жителям Шиола, то есть ада, умершим, потому что последний ад представлялся местом покоя и сна, как во сне каждый по-своему беззащитен, полусознательного состояния, из которого его обитатели выходят только под влиянием внешнего воздействия. Итак, здесь мы видим некую сложность. С одной стороны, блаженный ироним переводит это слово рафаимы как гиганты, а в толковой православной Библии предлагается переводить это слово как слабые. На самом деле одно не противоречит другому. Какие бы гиганты не обитали бы на земле, в глазах Бога они абсолютно слабы, как во сне и лев не представляет ни для кого никакой угрозы. И змея, которая спит, она тоже не представляет никакой угрозы. Рано или поздно сон смерти коснется всех великих правителей мира, все эти империи. Они существуют только какое-то время, а потом прекращают свое существование. Шестой стих. «Преисподняя обнажена пред Ним, то есть пред Богом, и нет покрывала Авадону». Здесь мы сталкиваемся с космологией древних людей. И культурно-исторический комментарий Библии сообщает нам, в трехчастной модели космоса древние различали небо, землю и подземное царство, преисподняя или Авадон. Подобные космологические воззрения были распространенными на Древнем Ближнем Востоке повсюду. Небо представлялось в виде круга или купола, который перекрывает земной диск, помещенной на водах Первозданного океана. Под этим океаном находилось преисподнее, фактически зеркальное отражение пространства над землею. Таким образом, вся Вселенная представляла собой огромную сферу, в центре которой находилась Земля. Авадон это слово составляет параллель с преисподней, откуда следует, что речь идет не о личности, а о неком месте, печальном и страшном. Толщи воды не могут скрыть от Бога. Вода, кстати, в Новом Завете это символ в книге Откровения Анна Богослова пенящиеся воды, морские воды это символ мира политики. И в этом мире существуют люди, которые думают, что они гиганты, что от них что-то зависит, но от них ничего не зависит. В глазах Бога они как спящие, то есть неспособные бодрствовать. А здесь говорится, что даже преисподняя, то есть то, что находится в Аде, обнажена перед ним, перед Богом. И нет покрывала Авадону, даже в Аду никто не сможет спрятаться от Бога. Многие грешники, они не боятся смерти, им кажется, что смерть это забвение всего, но они боятся, что при этой жизни их настигнет правосудие. И они все делают для того, чтобы отдалить от себя такой момент, чтобы правосудие не обрушилось бы на них. И когда они умирают, им кажется, что это полное вдохновение, теперь никто их не достанет из могил, никто их не найдет. но это их ошибка. Этим грешникам строят мавзолеи, гробницы, пирамиды или что-то подобное, но и в Аде Господь найдет нечестивых, чтобы воздать им за то нечестие, которое они делают. в книге пророка Исаии говорится о том, что нечестивые будут прятаться в бункерах. Исаия называет это расщелиной скал, что там они будут прятаться от гнева Божия, когда суды придут на землю. Но это невозможно, если даже толщий вод проницает Господь, и даже глубины ада открыты для него. Далее, 7 стиха и ниже, Иов восклицает «Он, то есть Господь, распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Вот здесь мы видим, что библейская космогония, она расходится с земной космогонией. Земля по Библии висит в безвоздушном пространстве. Она ни на трех китах, ни на черепахе, она именно повешена ни на чем. И, конечно, кого-то это могло удивлять в те древние времена. Могущество Бога непостижимо до конца. Далее Иов восклицает «Он, то есть Господь заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними». То есть Бог переносит тяжести в вод легко и спокойно. И вот эти летающие бассейны, они не проседают эти облака перед величием вод, которые они содержат себе. «Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое». То есть Бог сам господствует и правит над всем своим творением и использует его в своих целях. «Распростер над ним облако свое». «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его». Понимание древних, здесь мы опять сталкиваемся с древней космогонией, мир, он сдерживает небо с помощью столбов. И вот эти столпы, они дрожат и ужасаются от грозы его. Может быть, здесь прямая аллюзия с торнадо, который действительно выглядит как некий столб от земли до неба. «Силою своею волнует море и разумом своим сражает его дерзость». Море – это символ приходящих человеческих политических страстей. И Господь своими судами волнует этот мир и сражает его дерзость. Дерзость этих людей они уверовали в свою абсолютную защищенность, они могут развязывать войны, они могут творить все, что угодно, а потом прятаться в своих бункерах. Но это все условно. Рано или поздно гнев Божий настигнет всякого и ни под какой погребальной плитой не скрыться от судов Божьих, даже не скрыться и в преисподней ада. А духа его великолепие неба, то есть Бог дуновением своим создает красоту великолепия небес, рука его образовала быстрого скорпиона. Здесь мы видим такую дилемму, сначала говорится о великолепии неба, а потом о быстроте скорпиона. И все это управляется Богом. все это безусловно подчиняется ему. И 14 стих здесь содержится вывод, хотя они сказали все, что могли друзья Иова, но так и не сумели во всей полноте изложить суть вопроса и еще много можно было бы сказать. Читаем 14 стих. Вот эта часть путей Его, то есть путей Господа, и как мало мы слышали о нем, то есть все, что мы знаем о Боге, оно относительно по сравнению с тем, кем или чем является Бог. Огром могущества Его, кто может уразуметь. Здесь говорится о том, что Бог проявляет себя в действиях природы, но это только толика Его могущества, потому что Он превознесен над нашим миром, в котором мы обитаем. Есть более огромные планеты, есть более огромные звезды, есть более огромные галактики, которыми управляет Господь. Он превознесен над всем. И что же такое человеческая гордость, которая бросает вызов власти Бога, как небезумие, которое рано или поздно прекратится. Человек жив, пока дыхание жизни в нем, дыхание жизни покидает его, и он как пар существует на краткое время, как сказано в Библии, а потом исчезает. Осознаем это. И очень важно это осознать сегодня и сейчас, когда люди обожествляют правителей, обожествляют государственные системы, наподобие язычников, верят в непогрешимость, безошибочность своих правителей и тех систем политических, государственных, военных, сторону которых люди занимают. Все это суета и дуновение Божие рано или поздно все это прекратит. Подписывайтесь на библейский портал Акзагет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Божие дуновение Продолжение следует...